По последним данным Минздрава Чувашии, в регионе у 8 человек официально поставлен диагноз COVID-19. О четверых из них стало известно сегодня. Утром пришло подтверждение анализов супружеской пары, вернувшейся в марте из Доминиканы. Днем положительные результаты у одного из контактных лиц и жительницы Чувашии, вернувшейся из отпуска в марте. Все они госпитализированы, пациентам назначена терапия и оказывается медицинская помощь. В Чувашии проведено 2200 тестов на коронавирус. Сейчас в республике исследованием биоматериалов занимаются две лаборатории – Центр гигиены и эпидемиологии и Центр СПИД. Последний делает анализы только здоровых людей. Результаты известны через 4 часа, и если он окажется положительным, больному и медицинским работникам об этом сообщают незамедлительно. Отбор материала от лиц проводят медицинские работники. Для этого необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. К здоровым людям медработники приезжают не в специальных одеждах, а в обычной медицинской одежде. Обязательное проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию проводится лицам. Перечень лиц предусмотрена в постановлении главного государственного санитарного врача номер 9 от 30 марта 2020 года. Проводится лицам, вернувшимся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, больным с диагнозом вне больничной пневмонии, лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, а также медицинским работникам, имеющим риск инфицирования. В настоящее время в Республике только две лаборатории работают, но в ближайшее время откроется лаборатория при кожевенодиспансере и республиканской клинической больнице. Тогда возможности лабораторной базы в Республике будут расширены, и граждане могут сдавать анализы уже без показаний, если у них есть сомнения и хотят проверить. Например, если они приехали из Москвы или были в контакте, или были в аэропорту, например, в Москве, и считают, что у них была возможность заразиться. А тех, кто был в контакте с явными больными, обследуем лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. В любом случае материал берет медицинский работник, и он уже определяет, в какую лабораторию ввести тот или иной анализ. Пока у нас мощности ограничены, Центр гигиены и эпидемиологии проводит около 200 лабораторных исследований в сутки, а Центр спид на этой неделе до 72 исследований в сутки должен довести.